Добрейшее время и суток, господа. Продолжаем проходить Народную Солянку 2023 на движке ОГСР. В прошлой серии, как вы помните, мы заглянули в лабораторию Иксов-17, ну и сейчас мы отсюда будем потихоньку выбираться. Где и на карте, кстати. Рядом с радаром. Понял. Нужно принести документы бармену, нужно пройтись по темной лощине, сдать всякие задания. Сегодня серия, к сожалению или к счастью, не знаю, скорее всего получится короткой. Я, конечно, обычно, когда так говорю, она в итоге получается либо такой же, как обычно, либо еще и больше. Да ёп твою мать. Вот, ну, времени у меня сегодня немного, сорянного. Я еще сегодня даже постримить хотел, но не судьба. Ну и, короче, да, из-за этого серия, возможно, будет короткой. А просто без серии оставлять не хочется, уж не серчайте. Потихоньку начинаем выбираться. Ты что обзываешься? Ах ты, дрянь, говорит. Так, ну троих из семерых мы уже положили. Где еще? Так, излом тут все так же танцует. Два человека, ну... Хотел сказать, один из них наверху по-любому, значит, второй здесь. И так и оказалось. Так, ну последний у входа сидит, у выхода, точнее. А-а-а. У меня все в булыгу превратилось. Я думал, оно не прям... Три булыжника в булыжники превратились. Подожди. Сейчас еще булыжники сделаем из булыжников. Опа, булыжники. Короче, в комментариях предлагали положить в трупы военных артефакты. Вот эти вот огненные шарики, да. Что я там еще нашел? Еще какую-то фигню. Чтобы вынести все это из лабы. Но знаете, я так подумал, а я не буду выносить. Потому что, ну, артефакты эти довольно часто встречающиеся. Мы их еще много раз встретим. А булыжники при этом нам пригодятся. Потому что я помню, какой-то квест на булыжники будет, по-моему. Либо оно еще где-то будет использоваться еще. В общем, булыжник это далеко не бесполезная штука. А получается она только при неудачных варках. Ну или не только, кстати, не помню. Но один из способов это как раз таки неудачно что-то сварить. А неудачно варить как-то, знаете, не хочется. Поэтому раз уж у нас есть такая возможность, почему бы не намутить булыжников здесь. Здесь и сейчас, как говорится, да. Я думаю, это не самый плохой вариант. Тем более булыжники вон три переносимого веса дают сюда лут нафиг. Ну хотя, скорее всего, у меня эти булыжники снимутся с пояса, когда я сейчас буду перезаходить. Ну ладно. Обыскиваем военных. Так, забираем потом свой контейнер и валим отсюда. Так, где там мой контейнер? Опа, на месте, четко. Золотая рыбка, золотая, сейчас, конечно, мне будет с ароматом чая наваливать радиации в инвентарь, что неприятно. Во, что такое гадюка Борова, я только сейчас увидел. Точнее, я помню, конечно, то, что она существует. Ну-ка, я хочу на нее посмотреть. Выглядит красиво. Еперный театр, нормально. Ну ладно, чисто посмотрели. Посмотрели и хватит, как говорится. Ладно, все, покидаем данную территорию потихонечку. Да, булыжники у меня сняли с пояса. Цепляем снова, по приколу. Так, надо быстро зарядиться, потому что наверху сейчас будет жопа. Это мы все с вами прекрасно знаем и понимаем. Что-то у меня прям так долго грузилось. О, да, расскажи мне об артефактах, я же не знал. 18 человек на карте, ё-моё. Ой-ой-ой, нифига там разорались. Еще ночь, блин, нихрена не видно, ё-моё. Вот это я время, конечно, выбрал для перестрелки, да? Но мне нужно до своих артефактов хотя бы добраться. А там, я думаю, мы поспим где-нибудь. Чел, выйди из-за шкафа, не души. Чё делаешь, дурной? На тебе по руке. Еще один какой-то хер. За диваном приходится прятаться. Нихрена, никого не вижу. Суки, сволочи, короче. Я все забираю. Отвалите. Ладно, меня здесь жестко зажимают. Я не знаю, как мне вот быстренько свои артефакты забрать. Сука, иди к черту. Вечная дерьмовая с... Да иди ты нахер, ну как ты меня так убиваешь? Что убивает, то не убивает. Вечная в какие-то дерьмовые ситуации встреваю. Где нужно по сто раз перезагружаться. Да что за херня? Ну почти... Как? Я не понимаю. То есть до этого ты меня не убивал, а тут теперь просто при загрузке сейва убиваешь. Пошел нахер. Умри, чудовище. Гребаная. Так, быстро, быстро аптечку. Сука, еще один душнило пришел. Пошел отсюда нахер. Тебе здесь не рады. Все, забрали и уходим. Уходим вниз. Быстрее, быстрее, быстрее. Все. И вот тут попробуем поспать. В надежде, что меня здесь не достанут. По крайней мере пока. Сначала артефакты на пояс развешать, чтобы у меня радиация выводилась. Все, отлично. Сюда могу что-то сложить? Кстати, да. Кто-то говорил то, что можно не через труп, а через контейнер. Но ему написали то, что скорее всего можно только радиоактивные артефакты в контейнер класть. Как видите, нет. Можно любые. Вот. Поэтому можно было через контейнер, действительно. Но я вот в булыжник решил их превратить. Так, а мне вроде никто не идет. Давай пока поспим тогда. Радиация у нас вывелась. Подожди, надо сохраниться перед этим на всякий случай. Dude, I sleep. Сколько? До... Ну давай вот так. 9.08. Отлично, я поспал. Вертолет еще не растерял все топливо и все еще там кружит над заводом. Ну а военные меня все еще не нашли в подвале. Замечательно. Бляха, ну или нашли, не знаю. Война какая-то началась. Кто-то отспавнился. У меня пролагало. Ладно, за ящики. Главное, чтобы у меня слева внезапно никого не появилось. Сука, ну какие гранаты? У меня еще какой-то хрен слева появился все-таки. О, ты кто? Ты где? Умри. Вот тут кто-то был. Вижу, вижу. Правда, ему вообще пофиг. Он не вылазит и при этом, сука, я его не дамажу. Крысюк вот просто сидит. Блядь, он 45 патронов себе впитал. Ты адекватный вообще, не? Да. А теперь, когда я решил магазины разложить, ты начал стрелять. И вышел из своего укрытия. Да умри ты уже, бляха-муха. Быстро, быстро, быстро. А! Нет, это вообще другие челы. Тот так и сидит. Умалишенные. Ой, а патроны-то кончаются. Короче, что-то мне вообще не нравится. Калаш стрелка. Либо у него дамага нифига нет. Либо, я не знаю. Ну, короче, лажа какая-то. Либо, может, тут НПС просто толстый и не в оружии делаем. Мне кажется, в оружии. Мне кажется, калаш стрелка тут какой-то вафельный. У меня перевеска-то, тогда больше не набираем, получается. Или что, или нужно просто разгрузиться, наверное. Давайте, знаете, что, вот так попробуем. А, он в основной слот идет, понятно. Но, в любом случае, вот так вот. И, короче, попробуем с этого настрелять. Посмотрим, пойдет ли лучше дело или нет. Ну, ПСО-шка хотя бы позволяет нормально в голову целиться. Вот, три патрона затратил, убил. С калаша стрелка я бы тут просто пукал сто лет по нему. Кто тут ноет? Кто-то помощи просит. Или, мне кажется, кто-то где-то ранен. Сидит там, гаденыш, в углу темном. Вообще, ни слуху, ни духу. Я даже не увидел его. Или где? И откуда он там высрался? Ты как здесь оказался? У тебя что-то нету теперь. Что происходит? Нахер отсюда. Не повезло. Умер? Ну, вроде упал, да. Не, калаш намного лучше обычный. Ну, по крайней мере, мне так кажется. И за счет ПСО-шки и урона по ощущениям тоже больше. Ну, подожди, я даже характеристики их не сравнивал. Может, там реально в характеристиках у калаша стрелка полное говно творится? Ну, 0.42 против 0.36. Дальность побольше. То же, кстати, 45 вмещается. Блин, ну не знаю. Ну, вроде как бы... Как бы да, а как бы и... Нет. И... Флодара ответ, блин. Можно, знаете, еще подствольник цепануть. Правда, у меня подствольный гранат вроде нету. Ну, так, для красоты, знаете. Короче, вроде бы вот по характеристикам... Да, больше, но я бы не сказал, что прям намного. Но при этом убивать с этого гораздо проще. Может, это эффект самовнушения, конечно. Все может быть, но... Ладно, не буду я, короче, стволы подбирать даже на разрядку. У меня перевес. Подбирать стволы, разряжать много времени занимает, учитывая все анимации. Поэтому, ну, его в баню. Просто идем и потихонечку продвигаемся. Армейская аптечка, нормально. Так, канистра нет. На канистру у меня нет места, сорянного. Тут еще есть 3D-прицелы, но у меня включены 2D. 3D-шное, что-то я не хочу, если честно. Не фанат 3D-прицелов, плюс они часто FPS жрут. А я люблю стабильный FPS. Я готов пожертвовать немного графеном. Да, я свои настройки поставил. Возможно, графика чуть хуже стала. Но я бы не сказал, что прям вот так вот супер жесткая разница есть. Так вот, как говорится, а мне FPS дороже красивой графики. Это про меня. Потому нахрен 3D-прицелы. Один автоматик я взял ради того, чтобы с него обвесы снять. Мало ли, пригодятся. Так, ну что, потихонечку выходим на улицу. Наконец-таки, да, спустя сотню лет. Стальная голова, понимаю, бывает. У него же гранаты кто-то кидает. Я даже не понимаю, а кто. А, ну конечно, кустарный воин сидит. Умер? Что, я ему сразу... Что это было? Я ему сразу в голову прописал. Да, походу, сквозь кусты. При том, что я его не видел. Сука, хватит гранатами кидаться, вы уроды. Что вы делаете? Решил пожонглировать оружием перед смертью. Еще один чубрик сидит. Ну, сзади завода, я так понимаю, вас тоже здесь от души высадили, да? Ладно, вроде никого тут больше нету. Что, у меня выносилось? Да, точно, перевержу. Аптечку использую. Надо будет в быстрые слоты сейчас еще предметов докинуть. Благо, есть замечательная комбинация клавиш под названием Shift-LKM. Хоп-хоп-хоп. Я накинул в быстрый слот всякого. О, чапля. Просто атака выпала с ящика. Приятно. На троллику, когда жму, пишет, оружие без магазина нужно зарядить, но при этом у меня там вообще никакого оружия. А, нет, подожди, есть. Я дурак. У меня же там автомат стрелка все еще остался. Мне показалось, что я его в инвентарь скинул. Короче, автомат стрелка после того, как я в следующий раз попаду в тайник, надо скинуть. Обычный калаш намного лучше справляется с нужными мне задачами. Опять граната. Ты, сука, или как? Я еще и без выносливостей. О, сталкеры. Нифига, помогли мне, получается. А, нифига, вы что с БТРом там мутите вообще? Блин, а чем мне БТР сбивать гранатами? Ну, давай попробуем. Я в итоге вообще сталкера убил. Надо с РПГ идти. Если он тут, конечно, есть, надо проверить. Господи, сказал, что серия покороче будет. В итоге 20 минут выбираю с завода. Охренеть. Это что же тогда вообще там на монтаже получится? Я пол серии выбираю с завода, остальные пол серии. Че, квесты волосы не сдаю? Ой, я бутерброд схвал. Ну, походу, так и будет. Я не знаю. РПГ на месте, ну-ка. РПГ. А, ну, слушай, РПГ пока не вижу, но вижу три ракеты. А где РПГ само? Ракеты, кстати, пригодятся нам в таком количестве, потому что, насколько я помню, еще в конце локации будет БТР. Так, прости меня, мой старый пуколетик, но надо тебя выбросить. И вот тебя тоже. С ящиков ничего не упало. А где? Где РПГ-то? Он же должен в бандите лежать, нет? Ну, или около него. Я просто не помню, как в оригинале было. Но РПГ нету. Может, его перетащили куда-то, но я не знаю, куда. Может, на крыше? Не вижу я на крыше ничего. Топтанный рот этого БТР, а? Друг пришел. Это кто? Это Боря Вареник. А почему он, друг? Я тебя спасал когда-то? Не помню я никого. Борю Вареника. Да, ребят, либо РПГ действительно перетащили, но я не знаю, куда. Либо я кретин. Тут уж, конечно, без понятия, что из этого в итоге зараляло. Но факт в том, что я без РПГ. Ладно. И что мне делать? Как мне БТР убивать? Я, конечно, сейчас беглым взглядом тут осмотрю места, но мне кажется, я бы РПГ уже нашел. Может, кто из военных подобрал, но я ни у кого в трупе не видел. Да и как они подобрали бы, если бы он там наверху лежал? Военные туда не ходят. Да, лажа, как говорится. Привет. Боря Вареник, ты чё? У меня аж подвисло нахрен. Это ты типа военный броник подобрал? Да, походу. Нифига себе, тут переодевание. Если я испугался, думаю, ничего себе, военный стоит. Чё за дела вообще? А, ну вот оно как. Ещё сюда кто-то пришёл? Ярик Дрочила тоже, друг. Толик худой. Вы кто? И почему вы мои друзья? Ребят, я вас не знаю. Я вас впервые вижу. Ладно, я не знаю, где мне РПГ взять. А на подствол? Ну нету, нифига нету. Так, нет, БТР рабочий. Я хотел усомниться в его рабочести, но... Ладно, рискнём. Сука, ну... Слушайте, попытка неплохая была. Надо вот как-то реально под него нырнуть, а потом ножичком его. Так, ты куда БТР двигаешь, дружище? Бляха, сталкер его двигает? Ты чё, дурной? Куда? Зачем? Ты его в канаву хочешь сбросить? Интересная затея. Да, подожди. А, я понял. Ты сквозь себя умеешь стрелять. Короче, я боюсь взрывать БТР, а вдруг сталкер погибнет и меня врагом посчитает. Ну и не факт, что я сам переживу этот взрыв. Нет, смотри, он его просто двигает. Я не знаю, Толик худой, двигает БТР. Нормально, да? Сука. Кстати, с ножа что-то я его не ваншотнул, как ожидалось. Хорошо, а если гранатами взрывать, то как мне взрывать БТР, под которым сталкер стоит? Сука, Толик, ты всё портишь, свали. Жесть. Чё делать-то? Я не могу выбраться с завода. Что нахрен вообще? Чё-то эта солянка меня просто гнёт, как не знаю кого. Смотри, куда он уже утащил. Так, тут чё? Тут я помню, по комнату квеста сюда надо будет зайти. Да, просто так тут ничего нету. Я не знаю, Толик сумасшедший. Конечно, можно поперезагружаться, чтобы Толик там в итоге дотащил куда-то БТР, потому что он после перезагрузки его секунды 2-3 тащит, а потом всё, не может дальше. Нет, как вариант, может он его в канаву скинет, и мне в итоге не придётся БТР уничтожать. Я просто пробегу. Так, ну-ка. Тихо, Толик, ты его прям сюда, конечно, не вытаскивай. А, всё, БТР раздавил Толика худого. Пресс-ф. Хотя нет, не пресс-ф, пошёл в жопу. Наконец-то я смогу гранаты использовать. Ну, ты его и поставил, сука, конечно. О, взорвал с первой гранаты. Найс. Отлично. Ну, вот это деловой разговор пошёл. Колёса отлетели, прям вообще всё чётко. А в оригинале БТР также разлетается? То есть, типа, колёса отдельными объектами, башня тоже. Я вот не помню просто такого. Ё-моё, ну ладно. Это было эпично. Толик худой. Мы запомним тебя как самого сильного человека в зоне, который в Солянова поднимал БТР, двигал его. Правда, там на южном выходе будет ещё один БТР. Если, конечно, опять же, не путают там с ОП грёбаным. Ну, у меня есть гранаты, окей. Живём. Выдвигаемся потихоньку в таком случае. Надо хотя бы до лощины за серию дойти, ё-моё. Вы кто? Как же им всё равно. На ферму загляли, может, там что-то интересное есть. Ну, ворот пока что я никого не вижу. Ну, вроде они должны заспавниться, когда я подойду к воротам. Там БТР и ещё парочка чилипиздриков. А, тут что-то вообще никого нет, я смотрю на ферме. С камеров нету. Всего два инвалида каких-то тут. Ладно, три из меня исходят и всё. Опять какой-то друг. Глеб Бублик. Почему сталкеры со странными кличками? Там всякие, блин, вареники, бублики. Мне, друзья, я вас впервые вижу. О! Не зря я сюда пришёл. Засёк моторизированную группу спецназа. Похоже, двигается с кордона. Глеб знает, что происходит. Действительно. Что же происходит? Всего лишь какую-то меченую тёмную долину покидает. Ничего необычного. Ну, вот о чём я и говорил. Я, правда, не знаю, как они через ворота прорываются. О! Стреляют уже БТР. Я его при этом вообще... А, вижу, вижу. Заткнулся! Бабах! А военных, интересно, я убил тоже? Где они вообще? А, вон они. Нихрена не видно. Кусты, БТР, дым, жопа, горит. Как вообще кого-то увидеть? Не знаю, вроде попадаю, а вроде им пофиг. Ну, минус два сделал, уже неплохо. Да чёрт возьми. За деревом скрылся. Давай, выходи. О! Прилёг. Вроде как последний, не знаю. Давай, выдвинь... Сука, аномалия. Выдвинемся, посмотрим. Сидор, лысая голова, безопасная дорога, говоришь. Смерти моей хочешь. Блин, я их обыскать не смогу, да? Эх. Так, я в тёмной лощине. Чё тут вообще происходит? Почему ничего не видно? Такие тени странные. Короче, я вижу, здесь артефакт. По крайней мере, я видел, куда он делся. Ты где? Тут был артефакт, клянусь. Может, я шизик. Похоже, я шизик, ребята. Ладно. У нас вот есть нива для быстрого перемещения. Мы её открываем. Ага. И идём в опции смотреть, где там кнопка, чтобы завести. Всё, кнопка найдена. Погнали. Так, вот главное в эти камни, конечно, не врезаться. А то, я помню, как-то я здесь потерял уже ниву. Вон, видите, кто-то тоже потерял здесь ниву. Так, впереди деревня. Насколько я помню, там бандиты. Но вот я не помню, враждебны ли они. Может, с ними побазарить можно? Или это опять мне ОП голову морочит? Ладно, я просто лихо пронесусь. А тут вообще никого нет, лол. Ладно, я, видимо, с ОП реально опять путаю. Ебобаные ОП. Так, подожди. Останавливаемся. По-моему, здесь же нам нужно будет в пещеру сгонять, да? Мяу! Иди в жопу отсюда. Чё надо? Бинтуемся, фигня. Ладно. Кайфуем, по водичке идём. Ох. Прям вообще кайф. Или это не здесь? Вот, кстати, не помню. Не-не-не, здесь вижу труп. Ага. Осталось найти вход в пещеру, конечно. А вот и он. Так, надеюсь... Надеюсь, без приколов обойдёмся. Здорово, мужик. У него находим МП-133. Что, кстати, наверное, лучше, чем мой винчестер. Да, смотри, убойность намного больше, дальность больше, скорострельность меньше, но и насрать. Надёжность меньше, но и насрать. Короче, да, это дробовик прям топчик. Надо его брать. Вместо чего? Ай, хрен его знает. Свой дробовик как-то не очень хочется выкидывать. Ну ладно, оставлю у тебя баллоны и канистры. Дробь. Ну и мы находим клинок охотника. Дистанция ударов 1.65. А у меня сколько? 1.40. Ну, блин, нож коротковат, как говорится. Берём. Как бы, ну-ка, посмотрим на него. Вот такой вот кайфовый ножик, блин. Красиво, красиво. Я, правда, не помню, нахрен он нужен или он по приколу здесь валяется, чтобы мы подобрали и пользовались им. Не знаю, но в любом случае, как-то так. А я у охотника брал квест? Фамильное ружьё? А, да, брал. Это вообще в пещерах. Всё, понял. Я немножко перепутал. Я подумал, что это по квесту охотника как раз. Но квест охотника мы сегодня не будем выполнять, потому что, ребята, у меня время уже поджимает, сука. Пойдём просто сдадим квесты парням, которые тут сидят. Вот здесь Юрик. Вот здесь ещё всякие разные личности. А потом, в следующей серии, мы уже пойдём за всем этим делом. Давай, гони, Нива. Снорк какой-то ползает. Иди в жопу, Снорк. Вообще не до тебя. Так, 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 дрифтуем. Бля, в аномалии сейчас попаду, да? Зависло аж перед этим. Мне вроде не попал, слушай. Так, вот тут где-то аномалия, насколько я помню. О, чё за... Нифига, шесть человек идут. Это чисто небовцы, кстати, и все перезаряжаются. Прикольно. На лесопилку. Поедем, не поедем? По-моему, не поедем, нет? Ну его нафиг. О, во, я всё думал. А где... Пацаны заспавнились, понял. А где же я море видел в сталкере? Ну как, точнее порт. Вот оно же. Ё-моё, капец, вот красиво. Но это тоже всё потом. На заправку тоже потом заглянем как-нибудь. Сквозь фризы и лаги. Подгрузки. Мы мчимся отсюда, нахрен. Опа, мастерский замансил. Отлично. Локация просто не успевает мне подгружать контент. С какой скоростью я тут еду. Поэтому всё лагает, нахрен. Ё-моё. Так, тихо. Главное сейчас не разложиться на дороге. В кювет не улететь. Подожди, я, по-моему, проехал уже, да? Бля, я идиот. Юрик же на лесопилке. Ладно, значит, сначала до тех парней доедем. А потом до Юрика. Так, салам пополам, работяги. Машину тут оставлю. Потому что по дороге я обратно на ней не хочу ехать. Я пойду к Юрику через лес. Чисто вот три квестовых персонажа тут сидят. Лагерь из квестовых персонажей. Бес, жив ещё, курилка. Да жив пока. Принёс я тебе пиво, держи. Ух ты, спасибо тебе, Меченый, уважал. Слушай, и записывай способ преобразования. Можно слизь получить из Минузы. Для этого её нужно бросить в воронку вместе с хвостом собаки, бинтом и банкой консервов. Вот так. Чем смогу тебе ещё помочь? Мы после той беды над бандитами изрядно вечером бух... Ну, в общем, выводили радиацию из своих организмов. Пришлось даже к долговцам на блокпост бегать за... Ну, в общем, взяли у них ещё два литра антирада. Прапор поспособствовал. И под это дело пропал у нас ящик с патрона для наших калашей. Похоже, заныкали мы его. Но вот где никто не помнит. За периметр колючки точно не могли спрятать. Все сидели у костра. А без патронов сам знаешь. Ну, какие же мы сталкеры? Ты, человек, вижу, пока не особо измучен антирадом. Взгляд у тебя трезвый. Может, заметишь, где нычку, а? С меня рецептик будет тебе на артефакт. Почему бы и нет? Если найду, то принесу. Но это на свалке, по-моему, да? Здорово, кротецкий. Нашёл от ВПДА. Не повреждён? Нет, по-моему. Да, проверь. Ага, что ты нам дал? ППШ и куча патронов. Не, целенькие. Даже аккумуляторы не разрядились. Давай свой. Я тебе обещанный рецептик артмода перекачаю. Так, новый артмод. Давайте посмотрим, что за артмод. Вот это ты мне дал? Или что? Я думал, ты мне нормальный жёсткий рецепт дал. Эх, ладно. Я перегружен теперь, конечно же. Потому что крот в меня наложил кучи... Он мне сразу на пояс повешал кучи фигни. Ой, это, кстати, вот в третий слот идёт. Забавно. Почему бы и нет на тушканов каких-нибудь использовать? Но есть проблема. У меня перевес просто дичайший. Шесть килограмм весит. Ёб твою мать. И каждый барабан весит три килограмма. Я тебя ненавижу. Ты чё мне в инвентарь насрал? А главное, зачем? Придурок. Ладно, придётся прощаться с... Ну-ка, сколько? Ну да, СВУ в пять раз дороже стоит, судя по ценнику. Поэтому придётся с одним калашом распрощаться и ещё что-то выбросить такое же. АКМ 3400. Но зато он фуловый. Ладно, ребят, вы, наверное, меня осудите, но я выброшу фуловый АКМ. Разрежу его и выброшу. Потому что вообще нереально. Надеюсь, ты не заберёшь. Хотя я всё равно за ними не вернусь, скорее всего. Хотя может когда-нибудь вернусь, кто его знает. Этот сидит на трупе бандита. Понял? Ну ему аптечки надо. Но я научный ему хочу сдать. Научных у меня пока недостаточно. Ну и всё, к Юрику сейчас быстро слетаем. Здорово, Юрик. Коптишь ещё небо? Копчу помаленьку. Как там дела с автоматом? Нашёл, опробовал. Неплохая машинка, держи вот. Ух ты, вот это спасибо. Не новый, конечно. Ну да ладно, усидры отремонтирую. Давай, салюйте я на ПДА рецептик. Пользуйся. Послушай, мечный, можно тебя ещё попросить? Что за день такой? Всем чего-то нужно. Ладно, говори. Я только недавно с кордона вышел. Ничего не умею. Решил доказать всем, что я чего-то стою. Но не повезло, сразу на бандюков нарвался. Пустым возвращаться стыдно засмеют. Вот если бы у меня часть какого-то монстра была, например, Бюрера, тогда бы я мог не прятать глаза от стыда, когда вернусь в лагерь на кордоне. Выручай меченый, а? Но вдруг тебе Бюрера навстречу попадётся, и вдруг ты у него случайно руку отрежешь, а? Я ж не просто так. Тоже что-нибудь тебе за неё дам. Всё по-честному будет. Бюрера, ну ты запросил. Новичок. Ладно, будет возможность принесу. И кстати, да, у меня есть лапа Бюрера моё в Х-18 нашли. Лови. Ну и теперь я в лагере с гордым видом ходить буду. Истории понарасскажу. Про тебя, конечно. Вот, у меня тут есть артефакт Грави. Подслушала как-то разговор бандитов, ну и узнал про их тайничок. Пошарил там. Так что думаю, всё по-честному. Мне лапа, тебе артефакт. Спасибо. Давай, запихну в контейнер. Нормально пойдёт. На этом я буду заканчивать, господа. Всем спасибо за просмотр. Да, серия получилась дерьмовой. Говнищем. Просто нереальным. Полчаса выбирался от военных. Вышел в лощину. Квесты поздавал и всё, закончил. Но сорян, чуваки, обстоятельства такие сегодня у меня. Время поджимает. Поэтому увидимся в следующей серии. А пока всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, прожимайте уведомления, чтобы не пропустить следующие серии солянки. Вступайте в группу, заглядите в телегу и всё в описании. В описании есть также ссылка на плейлист. В случае, если вы не видели прошлую серию, обязательно посмотрите их. Всем спасибо. Все свободны. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»